всем привет если вы не знали как по-настоящему выглядит планировка то вот она с такими словами мне прислали этот экспонат на разбор и рассмотрение давайте вместе и посмотрим ну в принципе как вы поняли можно не вдаваясь в подробности только лишь по одним очертанием понять это планировка да то есть да в принципе вот в таком состоянии мы ее рассмотрим можно конечно перевернуть станет еще более забавно давайте давайте смотреть что же тут у нас начудили застройщики ну про форму мы уже все с вами поняли давайте посмотрим ее суть итак заходим внутрь попадаем вроде бы в просторную прихожую но когда поставим шкаф мы окажемся в вытянутом коридорчике я всегда говорю что вытянутые коридоры это не то что нужно получать от квартиры понимаете да то есть прихожая должна быть просторный ну окей хотя бы нормальный шкаф можно разместить здесь же из прихожей мы можем попасть в спальню она же детская и в ней скошенный угол ну вот такая архитектура видимо здание уходит как-то вот таким образом две стороны и из-за этого к сожалению мы получаем два маленьких окошечко одно в детская а другое в кухню-гостиную когда в вашей квартире получается вот такой скошенный угол надо сказать что это совершенно плохая история потому что мало того что это не дает нам возможность поставить нормально мебель но это еще заставляет нас вот выдумывать вот такие вот штуки со скошенными углами то есть типа надо купить стол отрезать у него угол и поставить как ну чтобы он вошел а если не сюда ставить то собственно куда ну только разве что сюда чтобы входя в комнату натыкаться на него то есть не очень удобно кровать стоит так что между кроватью и шкафом очень мало расстояния и если дверка у вас открывается то она не откроется упрется в кровать а если мы кровать задвинем туда к окну то мы сделаем стол более маленький если делать двери раздвижные то все что за изголовьем кровати тоже непонятно как забираться потому что это все будет задвинуто кроватью чудеса эргономики просто по-другому не сказать но дальше еще интересней мы попадаем в кухню-гостиную в которой единственное окно и вы видите как расширяется комната и в самом узком месте окно и она не просто в самом узком месте она еще через балкон и на самом деле окно не такой ширины а вот такого вот вот видите какое малюсенькое окно на все вот это большое пространство то есть здесь будет всегда недостаток света а это исправить никак невозможно если вы мне скажете что включите да ладно там свет но во первых нужно платить за электричество будет больше а во вторых электрический свет вам витамин d не подарит понимаете а витамин d это наше счастье если кто не знал но и просто вид из окна вид из окна его просто банально нет одно стекло второе стекло через балкон это все жирает свет но это ладно расстановка мебели давайте посмотрим сама кухня холодильник стоит с краю а это значит то есть ну как бы такая коробка прямо вот где-то рядом с проходом загораживает свет ну которого в принципе и так нету поэтому может быть и не страшно опять кухня загнутая что делать в этом углу ничего не сделать рабочих поверхностей недостаточно и сама по себе кухня она не очень большая ну то есть мы займем понятно место посудомойкой дальше у нас что-то раковина остается немного места для готовки почему раковина далеко от холодильника непонятно ну точнее понятно потому что что такое золотой треугольник на кухне никто и не учил то есть раковину нужно ближе к холодильнику делать а варочную поверхность дальше в общем кухня никуда не годится на свалку надо переделывать а куда ее расположить непонятно некуда стояк то вот здесь то есть по-другому поставить кухню ну например сюда ближе к ну невозможно тут нет стояка может быть на другую сторону тоже нельзя потому что здесь стояки от туалета туда нельзя подключать кухню запрещено то есть место остается одно то есть застройщик нас уже обязывает поставить именно сюда сделать кухонный гарнитур больше тоже нельзя потому что сюда не увеличить здесь проход сюда не увеличить здесь выход из прихожей ну все то есть приплыли останется только такой размер дальше очень странное расположение стола дивана и телевизора видите но действительно как еще это поставить здесь диван а телевизора напротив нету напротив стол а за столом телевизор ну то есть вам предлагают сидеть на диване смотреть на тех кто ест над ними вот так вот висит телевизор где-то там высоко но потому что низко то мы его не повесим стол стоит понимаете то есть получается что планировках не только потому что форма такая но еще и в ней все расставлено вот так вот понимаете через одно место стол стоит у стены это вообще катастрофа потому что это некрасиво и это все время засаленная стена плюс к тому что около стены сидеть неудобно вы все время бьетесь об нее ну хотя можно поспать прислониться ребята это катастрофа ну то есть если вы спрашиваете меня какие не надо выбирать планировки то вот она перед вами такие не надо выбирать потому что с ней сделать ничего невозможно и даже если вы захотите объединить вот эту кухню гостиную вот с этой комнаты ну якобы побольше сделать то тоже не ясно как это сделать потому что сюда сразу выпирает вот этот вот угол несущих стен ужас далее мы попадаем в коридор за который вы заплатите деньги а это выброшенные деньги с этим коридором вы ничего не сделаете здесь у нас один санузел и ванна в ванной стоит стиральная машина которая здесь нарисована узенькая видите потому что полноценно это сюда не встанет дверной проем не даст а узенькие машины никто не покупает но редко но их не любят потому что нормальная машина это полноценная машина а плюс к ней еще сушилка а еще корзина с бельем а еще химия гладильная доска куда все это здесь поставить некуда понимаете некуда и место организовать под хозблок негде дальше идем попадаем в спальню здесь кровать ну хоть шкаф не забыли поставить и на том спасибо ну со спальни хоть более-менее нормально то есть вот этот эркер он гораздо более выигрышный чем вот этот вот обратный эркер понимаете и окон то в принципе здесь достаточно хотя логично было бы сделать наоборот можно в спальне сделать меньше окон чтобы там потемнее было а в кухне гостиной надо делать больше окон чтобы раскрывать виды чтобы света было больше понимаете в общем пишите в комментариях ваше мнение что считаете купили бы или нет я бы точно не купил ставьте лайк подписывайтесь на канал грамотно выбирайте планировки если не знаете как обращайтесь ко мне я вам помогу всем пока да прибудет с вами муза